Привет, ребята! Здорово, девчонки! Здорово, Дневали! Ну что, как обещал, снимаю видео о своих подарках на Новый Год, на День Рождения, на 23 февраля. Погода у нас сегодня, благо, выдалась такая более-менее хорошая. Температура где-то минус 3 градуса, солнышко светит. Вот, ребята. Ну что, начнем потихоньку. Значит, начнем с камуфляжа. Сумочку положу. Так, камуфляж. Ребята, честно говоря, понравился очень мне камуфляжик. Отличный просто камуфляж. Значит, ношу его уже сколько? Две, ну две с половиной недели. За это время был и мороз, и дождь, и снег. Вот. То, что было заявлено, что данная ткань не промокает, она действительно не промокает. Идешь в дождь, капли просто скатываются по нему, и все. Вот. Значит, что? Начнем вот по карманам. Значит, два вот таких кармана. Два вот здесь кармана. Карманы можно спокойно вот в эти карманы выйти, влезать с вот твой телефон. Значит, в данном кармане есть отверстие под наушники. То есть, можно провести по наушнике здесь. Здесь еще вот такой вот карманчик. Вы сюда, что ли? Сюда, в принципе. Пачка сигарет залазит. Вот, зажигалочку положить можно. Два больших кармана вот здесь. Так, данные карманы. Перчатки. Что в данных карманах? Во-первых, опять же, отверстие под наушники. Если вам будет видно, такое вот отверстие под наушники. Потом здесь есть маленький карманчик по зажигалочку. Вот. Маленький карман по зажигалку. Значит, что к этим карманам? В этот карман просто карман. Значит, капюшон. Такой вот капюшон. И завязки от капюшона внутри кармана. То есть, вот, затяжки для этого, для того, чтобы натянуть капюшончик. Карманы чем удобно? Чуть-чуть подрастегнул, руки запихнул, внутри флис. Значит, внутри флис. Значит, что? Там еще вот такой карман. Ну, здесь двойной, я не знаю, что там. Такой карманище. Вот, в принципе, можно большой нож туда положить. Следующее, что? Штаны. Здесь все просто. Два кармана слипами. Два кармана на муниях. Вот, значит, по костюмам. Для температуры минус 10, он комфортный костюм. Что? То есть, не мокнет, это точно уже. То, что было заявлено, что акуля кожа, акуля, он не мокнет. Ребят, извиняюсь сразу, что камера у меня немножко ходуна, потому что ветер очень сильный, соленый. Сейчас стою здесь на реке. Значит, что еще? Значит, до минус 10 комфортно в нем. Минус, больше минус 10. В штанах нормально. В штаны, как говорится, все равно ноги больше привычны к морозу, чем в тело. Курточке уже такое прохладно становится. Дома, когда ходишь в нем, начинает потеть ноги. То есть, дышит он не очень хорошо. Ну, все-таки он и не промокает, и дышит он не очень хорошо. А еще не сказал, чтобы он дышал хорошо, подмышками сделаны вот такие вот молнии. Ну, такой вот, честно говорю, 3,5 тысячи, я доволен костюмом. Он мне очень нравится. Значит, следующее что? Следующее берцы, ребят. Вот у меня берцы. Сразу по берцам. Не промокают, хотя есть вентиляционное отверстие на обоих штуках. Вот здесь вентиляционки. Но не промокают. Вступаю в лужу, почему-то, когда там, как видать, сделана какая-то сетка мембранная. То есть, воздух туда закачивается, вода не попадает. Ногам тепло. Вот ходил в минус 15, было ногам тепло. И самое приятное от этих берцев то, что хожу в них, ноги не потеют. Даже когда плюсовая температура, ноги не потеют. Вообще отлично. То есть, берцам единственный у них минус, это была жесткая подошка. В принципе, сейчас я немножко подразносил протектор. Сейчас на дорогах лед у нас вообще. Ну, то есть, вчера была от, теперь сегодня ночью подморозил. Идти, в принципе, комфортно. Не скользишь, но не так сильно. Ну, берцам из 10, 9 даю. Почему 9? Потому что немножко качество пошива не очень. За 2,900 берцы своего стоят. Значит, следующее. Перчатки тактические. Сейчас подойду поближе немножко. Вот. Ребят, вот эти перчатки до минус 5. Минус 7, минус 8. Руки у них начинают мерзнуть. Особенно мизинцы. Вот. Значит, что два пальца, вот эти вот, два пальца, и здесь вот эти два пальца, можно управлять сотовым телефоном. То есть, у них сделано это специально. Сами по себе плотные, удобные перчатки. То есть, они, в них допустим, у меня нож, да, на кармане. Мне ничего не мешает его открыть. Так же и закрыть. Вот. Хороши перчатки. То есть, ну, говорю, до минус 5. Больше они, в принципе, ну, руки начинают мерзнуть. Значит, сразу последующие перчатки. Велосипедные, так называемые. Вот эти перчатки, руки не мерзнут до минус 10. Честно говорю, ходил даже до минус 15, но он минус 15 уже рука отмерзает, приходится в карманы ее подбирать. Вот. Перчатки очень удобные, облегающие. Рифленка, рифленка на них, рифленка, не стерлась до сих пор. То есть, у меня были, типа, тактикал 5.1.1, которые. На них рифленка слетела буквально за два дня. Здесь рифленка держится. Тач на три пальца с обеих сторон вот здесь. Ну, грубо говоря, да. Работает отлично. Единственный минус в данных перчатках, постоянное ощущение, что у тебя сырые руки. Как будто действительно у тебя сырые руки. И, честно говорю, ну, немножко уже начала ткань, вот видите, ну, это от сигареты, ткань немножко начала обшелушиваться. Ну, в принципе, ребята, что вы хотите за 600 рублей. Вот такие вот перчатки, но, говорил, постоянное ощущение, что у тебя сырые руки. Снимаешь перчатки, рука совершенно сухая. Ну, неприятно. Вот в этом их не минус. Также плотно, удобно сидят. В принципе, в них что-то там, даже ножом я делал, все удобно. Следующее, что у нас было. Так, шарфик. Ставим, ну, как говорится, этот, балаклава, да? Вот, видите, ношу, как шарфик. В принципе, шею не продувает. Она такая, как-то, ну, несколько слоев, когда сложено, шею не продувает. Следующее. Сумка. Значит, сумочка. Вот чем не нарадует сумкой. Кстати, я его получил еще сразу после Нового года. Сумка очень удобная. Во-первых, вместительная. Я сейчас принес здесь у меня камера, телефон. Штативы маленькие. Ну, что здесь по отделениям? Заднее отделение. Удобно. Здесь ношу большой нож. То есть я ношу здесь бойца. Здоровый нож. К сожалению, пистолет. Пистолета у меня нет. Но я так думаю, что в этот карман спокойно влезет Макаров. Отдел поставил сюда Макарова. То есть она висит вот здесь. Макарова. То есть оттянул Макарова достать можно будет. Значит, по отделениям. Маленький карманчик. Здесь у меня фонарик. Ручка. Чудо расческа. Бородочес мой. Следующий карман. Большой. Побольше. Здесь удобно носить ключи. Пропуск у меня здесь лежит. В нем два отделения. Так. Еще что. Большой карманчик. Ну, здесь у меня, в принципе, я говорю, вместительность очень большая. То есть я сегодня хотел взять, в принципе, поменьше, чайку. У нас ветерок такой неприятный. Не охот. Сюда у меня врезала. Врезала газовая горилочка. И плюс все то, что у меня там лежал. Кошелек, паспорт, документы. Потом, значит, здесь в этой сумочке. Здесь хитрый карман. И вот, давай. Это к тому, что что-то у вас, вот как, допустим, нож и нож, да, достали. Что-то там к вам кто-то докопался. В этот карман кидается. Ваш ножик оказывается в самом низу. Удобный карман. Очень. Я в нем просто один раз кинул плеер в этот карман. И долго его потом искал. Он оказался на дне, на самом низу. Так, ремень. Широкий, удобный ремень. Карабину тоже, хоть и пластмассовую, претензий нет. Крепешки. Это то, чтобы прикрепить ее к ременному поясу. В принципе, кучка здесь такая, так себе, кучечка. Можно переставить на левую сторону. Можно сунку сделать вот так. Вот так вот. Можно сделать ее как пояс. Что еще? Сунка. Сунка носил в мороз минус 32. Думал, она у меня к колонн встанет. Единственное последствие данного мороза, я думаю, это даже не от мороза, ничего. Вот внутри начала шумушиться вот эта вот промокайка. Значит, вот такая вот история. Сунка. Удобная. Так, ребятки. По ножам. Я быстрый обзор делаю. По ножам. Что у нас по ножам? Спайдер купались. Режим дома на полке. Смазанный. Честно говорю, нож удобен. Может, он будет где-то лежать, чтобы он в бардачке машины или еще где-нибудь. Носить его на кармане невозможно. Во-первых, он тяжеленный. Во-вторых, он металлический. Особенно зимой. Рука мерзла. Все говорят, что ручка неудобна. Но для моей руки она очень удобная ручка. Тенейшес. Тенейшес у меня вот здесь. Ношу с собой тенейшес. Вот он мой тенейшес. Сегодня я уже немножко порезал. Порезал. Делал штатив для своей камеры. Удобный нож. Очень удобный нож. Конечно, он не сравнится с парамилей, но он меньше. То есть, я уже задумываюсь взять настоящий Денейшес из себя. Как с АКД тоже. Там же, например, вот такие штучки. То есть, такая-то пружинка. И для пистолета, и для ножа, и для пистолета. То есть, здесь на кармане можно повесить, что лучше положить карман. Потому что карман нам не будет. Так сказать, здесь в кармане, здесь в кармане есть еще вот такая штука. То есть, даже можно вот эту штуку прикрепить сюда, и что-нибудь, документ, не знаю, пропускать, повесить. Ну что, в общем, что сказать могу покупками, своими подарками, как говорится, на день рождения, на год рождества, на 23 февраля, я доволен. Ну, как бы по оценке, ну, сколько? Из 10-9. Есть, конечно, свои недостатки. Что, ребят? Вот так вот. Вот такой вот обзор. Спонтанный, конечно, я говорю, что у меня тут с работой завал полный. Вызывает на работу. Хотел еще до 23-го снять видео. Выдернули на работу. Так что, ну, чтобы продолжать видео дальше. Нравится? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем счастливо. И храни вас Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!